Друзья, всем привет! Сегодня расскажу интереснейшую историю о том, как Мерседес продал тотальный автомобиль под эгидой не битый и не крашеный. И под словом Мерседес я подозреваю официального дилера в Украине. Интересно? Да я сам охренел! Я занимаюсь автоподставой. Не жарит. Они хватают и вместе со мной маринуют. И тут я понимаю, как я приплыл. Парень, наверное, просто не осведомлен. Если коротко, я уже написал саму заявление. Машину нельзя трогать. Чуваки, которых надо шевелить. Как-то выпустили мы на канале Мильком сюжет про автомобиль Мерседес, который стоит практически 100 тысяч долларов. Машину, которую выбираем в такой комплектации, а именно это 63 МГ 217 кузов Мерседеса 15-го года. С Найтвиженом, черный на черном, с камнями, с воровских фарах. В общем, такая машина запросто стоит 150-200 тысяч в зависимости от пробега. Эта машина стоит 98, значит, с ней что-то не так. Вот с этой стороны обращаем внимание, что подкрылок не торчит, с ним все нормально. Кстати, с зазором бампера тоже тут не очень хорошо. А вот с этой стороны здесь такая конкретная дырка между подкрылком. Надо было добавить, что еще и крыло не на месте стоит. А по заднему ровно наоборот. По этой стороне здесь ничего не торчит. Здесь абсолютно все нормально. А вот по другому подкрылочку здесь слегка беда. Вот дырочка. Заявлено, ни бито, ни крашено. И причем машина неровная абсолютно вся. Вот видно, что чухали бампер. Ну, в смысле, выводили. Мы осмотрели этот автомобиль, прошли вокруг. Парни по нашим лицам поняли, что шляпа, дело не будет. И уже тогда предложили скидку в 16 тысяч долларов. Но даже при таком раскладе он нам вообще не интересен. На этом предлагаю пожелать этому автомобилю хорошей дальнейшей продажи. Оставить его в покое. И поехать туда. Тут даже не обсуждаем. Тут да. После просмотра этого видео со мной связался парень. Парень, который имеет отношение к ремонту этого автомобиля. И здесь завязаны люди власть имущие. Здесь завязан Mercedes официальный представитель. И, друзья, какие вообще были шансы, то, что вот этот вот сюжет в конце видео посмотрит именно тот человек, который имеет отношение к ремонту этого автомобиля. И вопрос второй. Какие шансы были на то, что он захочет потом рассказать всю эту историю. И он не только рассказал эту историю, он еще в подтверждение своих слов прислал несколько фотографий. И я их сейчас прицеплю. Ну, а все остальное, естественно, при встрече. Субтитры сделал DimaTorzok Важное объявление. Друзья, школа автоподбора будет в любом случае. Часть людей уже есть, но у нас нет общего понимания, сколько людей хочет быть на потоке. Пожалуйста, вы очень сильно поможете, если заполните форму, которая будет под видео. Там вы можете указать, хотите вы онлайн или хотите офлайн. Данное видео поможет нам понять, сколько людей будет в офлайне. Какую площадь нам нужно организовать. То есть, это будет либо же помещение на 15-20 человек, либо же это должно быть помещение на 100 человек. К этому нужно подготовиться заблаговременно. Поэтому, пожалуйста, под видео заполните форму, каким должно быть на вашу точку зрения обучение. А мы уже организуем весь этот процесс. Ну что, интересно? Да я сам охренел от такого материала. Естественно, нужно лететь. Естественно, я понимаю, что история будет более чем живая. И вот в таком вот приподнятом настроении я лечу в сторону государственной границы, еду по Киеву. Я спокойно подъезжаю к нерегулируемому перекрестку. Ну, на тот момент там не работал светофор. Да, мне в бочину заехал транспортер. И как бы прискорбно не было, подъезжая к перекрестку, я видел, что там такой хаос. Там же как. Кто первый жало засунул, тот и проехал. Я еще с правой стороны, тихонечко подъезжая к перекрестку, парню говорю, эй, обрати внимание, у тебя уступи дорогу. Я на главной. Пропусти меня. Но это было справа. А слева в этот момент мне заехал транспортер. Ну, да ладно, ничего страшного. С одной стороны, меня, честно говоря, в этой ситуации поразило больше другое. Парень выходит и смотрит только на свои повреждения. Я понимаю, что я очень спешу. У меня время по таймингу, ну, расписано, грубо говоря, по часам. 22 августа, приблизительно 11.25. Не работал с футокор на перекрестке Братиславская и Стальского. Я двигался по главной дороге. Парень ехал по второстепенной дороге. Сейчас он мне слегка инкриминирует то, что я занимаюсь автоподставой. Ну, по крайней мере, с его стороны так выглядит. Я мне попросил страховой полис. Попросил, ну, говорю, дружи, ну, нет пострадавших. Я понимаю, о чем я говорю. Можно запросто оформить европротокол. Он не прав. Говорит, нет никакого европротокола. Надо вызывать только ГАИ. Окей, вызываем ГАИ. Сейчас будет то же самое с потерей времени. Плюс у него еще заберут водительское удостоверение. Парень, наверное, просто неосведомлен. Ну, такое. Иногда бывает он перепуган. Наверное, какая-то его одна из первых аварий жизни. Авария-то на самом деле плевая. Тут вообще ничего страшного нет. Случилось. Главное, что все живы здоровы. Главное, что человеческие жизни не пострадали. Вот это действительно главное. Железо – это мелочь. Полицейские, на удивление, приехали очень быстро. Ну, 20 минут их не было. С момента звонка до момента того, когда они приехали, расставили фишечки. Ровно 20 минут. Ну, с учетом пробок. Это показатель для Киева более чем нормальный. Кстати, парни очень шустрыми оказались. Ну, шустрыми в плане они составили карту, где как расставлены автомобили. Они бегали с рулетками, мерили. Ну, как по мне, они оформились часа за полтора. И при этом у парня. И при этом у парня отобрали водительское удостоверение. Все, как я ему предрекал. Выписали ему временное удостоверение и объяснили ему, что, дружище, ты находился на второстепенной дороге. И действительно, в этот момент не работал светофор. И даже они запросили с камер наблюдения, которые стоят на перекрестке. Они запросили видео и им дали подтверждение о том, что действительно в этот момент не работал светофор. Это еще несмотря на то, что у меня в машине висел видеорегистратор. Парни быстренько оформили. И, кстати, они дали ознакомиться со всей этой штукой. У меня последнее ДТП было, наверное, ну, не наверное, а точно. Это еще при, не полиции, а при милиции. И вот при милиции там было чуть сложнее. Сейчас очень просто. Ребята, пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите. Все ли классно. Посмотрел, ознакомился. Они попросили съехать на дорогу так, чтобы мы никому не мешали. Мы заехали на заправочку для того, чтобы все это дело нужно оформить, описать все повреждения, какие есть, для того, чтобы в последующем представить это все дело к страховой. И теперь, наконец-то, свобода. Нужно ехать. Но я-то понимаю, что ехать особо-то и не нужно. Потому что вот когда пришелся удар в колесо, непонятно в какой плоскости левое колесо стоит. И для того, чтобы ехать дальше, нужно как минимум заехать на нормальный развал схождения и проверить, все ли там нормально. А где взять развал схождения? В воскресенье, да еще и накануне Дня независимости Украины и еще к этому всему 4 дня выходных. Фиг знает, но каким-то чудом. Ну, не я скажу честно, а наш сотрудник Андрей, который промелся по всему району. Ну, как району? В общем, нашли. Неважно. Искали минут 40, но нашли рабочий шиномонтаж в комплекте с развалом схождения. Смотрим. В общем, цель проверить развал, потому что только что ДТП было, мне, типа, далеко ехать, и надо понять, нужно ехать или не нужно. Музыка. 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 В общем, на СТО, для того, чтобы долго не затягивать, там не то схождение на пару минут ушло, не то развал, по-моему, развал. Да это сейчас не суть важно. Все равно принимаю решение ехать в сторону государственной границы, потому что я все-таки с семьей, и было у меня огромное желание. День независимости Украины мы будем встречать в Лихтенштейне. Я понимаю по ситуации, что до Лихтенштейна у меня он уже накрылся женским половым органом, но у нас есть прекраснейшие места на нашей украинской земле. Мы на денек останавливаемся в Украине, если интересно, я зафигачу об этом отдельное видео, и сутки спустя продолжаем движение в сторону государственной границы. Тот редкий случай, когда на границе никого нет. Что с той стороны свободно, что с этой стороны свободно, нет. Вон одна какая-то машина есть. Ну, в общем-то, прохождение границы в праздничный день, это всегда зачетно. Никогда никого нету. Парни-пограничники меня узнали, там такой теплый радушный прием был. Ребята, большое вам спасибо за то, что вы в принципе есть, за то, что вы не как большинство людей, там с нахмуренным лицом, там с чувством долго выполненного достоинства обшмонать машину и все остальное, нет. Просто за то, что вы включаете улыбку и иногда просто приятно общаетесь. И в этом прекраснейшем настроении я заезжаю на польскую территорию с поляками, тоже радушные, они тоже улыбаются, задают вопрос, куда едете. И я говорю, что в Германию впервые в жизни я честно им рассказал, что я еду. На что, сука, я получаю отказ, второй отказ жизни. Меня второй раз не впустили в Польшу. Я им честно сказал, что я еду транзитом через Польшу, а на тот момент транзитом через Польшу ехать было нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И меня просто не впускают. Но я-то парень тот, который не расстраивается. И я понимаю, что запросто сейчас рвану через венгерскую границу. Я понимаю, что это круг. Я понимаю, что из плюсов у меня офигенный краевит будет за окном. Я еду, буду ехать через Карпаты. Можно, конечно, было влупить и через Румынию. Там тоже хорошо, красиво. Возвращаюсь я назад в Украину. Если вы думаете, что это все, нифига. Начинается самое интересное. Заезжаю на родную землю. Снова меня узнали. Снова радушный прием. И парни говорят, пограничники, ну так подкалывают. А если у тебя что-то запрещенное в машине? Ну и я же, соответственно, со Стёбом. А что должно быть запрещенного? Говорят, ну там патроны, оружие, наркотики, ножи. Там всякие топоры. Я говорю, ну топора нет. Есть там саперная лопатка. Не покажи. Я показываю. Ну да, не запрещено. Я говорю, ну есть ножи. Стоим ржом, улыбаемся. Анекдоты друг другу рассказываем. Ну покажи нож. Я им показываю нож раскладной свой. Показываю второй нож. И тут он меняется в лице. Настолько поменялся, что я понял, что что-то сейчас будет не так. Он говорит, слушай, это холодное оружие. Покажи, есть ли у тебя разрешение. Я говорю, ну это не холодное оружие. Он говорит, окей. Покажи сертификат, что это не холодное оружие. А он у меня дома. Я говорю, слушай, есть. Но не здесь. Он говорит, слушай, покажи хотя бы фотографию этого документа. Я понимаю, что шляпа нет. Говорит, извини, мы вызываем ментов. Друзья, нахожусь сейчас на контрольно-пропускном пункте Ягодын. Возвращаюсь в Украину. И с праздником всех. И здесь впервые за 2,5 года, вот как я езжу на своем автомобиле. Я езжу не очень часто, но 12 раз я уже проезжал. У меня в багажнике лежит подарочный нож. Потому что он небольшой, но подарочный нож. Так вот, впервые за 2,5 года сделали осмотр автомобиля. Увидели этот нож. Вызвали на ряд полиции. И сейчас жду. Будут меня либо оформлять, либо доказывать, что у меня холодное оружие без разрешения. Будут либо его конфисковывать, либо же просто отдадут после того, когда сделают некую экспертизу по стали. Процесс оформления или же, правильно сказать, изъятие, я рассказывать не буду. Хотя нет, надо отчасти расскажу. Почему отчасти? Потому что здесь пострадали невинные люди, если можно так сказать. Я сейчас поясню. Отходим абстрактно. Представьте, дальнобойщик, который стоит 3 часа, ой, 3 часа. Если бы 3 часа, вопросов бы не было. Дальнобойщик, который стоит 3 дня в очереди. Он проходит польскую границу, проходит украинский кордон. Он проходит всех наших таможенников. Ему пропечатывают все накладные. Ему ставят штамп в паспорте, что все, свободен, вильна касса. Вон там дом, езжай туда. И он бежит к машине, такой счастливый. А наша доблестная полиция его. Иди сюда, будешь понятым. Он мне, мне, пацаны, меня там друзья, я бухать. У меня семья, я их там 3 месяца не видел. У меня дети малые, сопливые. Говорят, не жарят. Пошли. И вот они этого несчастного дальнобойщика, одного и точно такого же второго, который уже на выезде был, они их хватают и вместе со мной маринуют. Ребят, простите, я не виноват. Ну да ладно, что есть, то есть. Меня выпускают, нож изъяли, протокол выписали. И я ж на радостях парню звоню, говорю. Все, еду через венгерскую границу, немножко опаздываю. То есть я понимаю, что такой круг, а до венгерской границы мне еще 850 километров. Тулить по дорогам, которые не очень. Я говорю, я буду через сутки. Говорит, эй, подожди, через сутки уже у меня не получится. Ему где-то там надо, не буду рассказывать куда. В общем, парень занят. И тут я понимаю, как я приплыл. Приплыл в том формате, что машину разбили, нож отобрали. Ну не нож, подарок отобрали. Я уже молчу про топливо потраченное, потому как дорога мне нравится, пожрать километры я люблю. Но здесь, по факту, самое основное, что рубается на середине история, которая вот она досказана, недосказана. Я, по правде говоря, долго взвешивал. А нужно ли вообще показывать этот материал, потому что он не законченный. Но мы понимаем, что эта машина была разбита большими людьми. Причем разбита тяжело. Разбито так, что ее собирали из кусков. У нее отрезана была морда, приклеена. У нее была задняя часть отрезана. Что было с агрегатами, там тоже не все хорошо. То есть мы имеем тотальный автомобиль, очень сильно всаженный. У него пострелены все подушки. Когда стреляет хотя бы две подушки, это уже тотал. Так вот, этот автомобиль тихонечко, ну как, громко разбивают. Где-то историю заминают. Потом все это дело берут, везут в Европу. Там делают, по словам парней, сделали его хорошо. Потом, непонятно каким чудом-чудом, дивным-дивом-дивным эта машина возвращается в Украину. На Мерседесе она продается как ни битая, ни крашеная. Катается дальше по территории Украины. Попадает еще раз в ДТП. Потом она собирается дендрофикальным методом. Ну, кто не понял, это из говна и палок. И потом эту машину пихают уже после второго серьезного ДТП на авторынок к продаже. Может быть, ДТП было несерьезное, но машина уже, с учетом того, что есть места, где они сваривались, передний лонжерон там приваривалась, задняя часть кузова приваривалась, машина уже не имеет такой жесткой конструкции, как она должна иметь с завода. Возможно, там было легкое ДТП, которое привело к тому, что эта машина вся расползлась как желе по швам и получилась вот такая вот. Все, что знал, все рассказал. Возможно, в будущем мы еще встретимся и парень детально расскажет о том, какая была эта схема. Для меня вот все, что есть, все рассказал. Для меня в этой истории непонятно как при такой столь серьезной аварии смогли это замять. Ну, понятно, что вызывали, не вызывали полицию. В нашей стране, где зарождена коррупция, это дело можно замять. Но такие автомобили, как правило, они практически всегда застрахованы. Обращения в страховую не было. Выплат по расчету стоимости по этой машине не было. Когда эта машина уехала в Европу, там ее сделали, вернулась в Украину, заметок при осмотре автомобиля ничего не было, не выявлено. Все классно, все вот настолько хорошо, как только вот может быть в какой-то волшебной сказке. Для меня эти моменты непонятны. Как на стольких факторах можно было пропустить вот столько моментов? Друзья, у кого есть какие предположения? Почему люди, ну а такая машина дорогая, она в любом случае была застрахована. Почему не обратились в страховую? Ну, люди, которые страхуют автомобиль, они потом обращаются в страховку. И запросто в этом случае можно все 100%, ну ладно, может быть по условиям договора, не 100%, но какую-то максимальную часть денег забрать. И просто пойти тупо купить новый автомобиль. Этого не было сделано. Почему? Вопрос. Вместо этого они заморачиваются увезти автомобиль втихаря, потом его вернуть, опять же так, тихонечко. И потом точно так же тихонечко продать. Почему, как, зачем? Ответов нету. А для меня эта вся ситуация вылилась в ремонт автомобиля, в общении со страховыми, в то, что отняли подарок. Кстати, если интересно, чтобы я записал видео про общение со страховыми, про ремонт, который он в принципе пошел, а сейчас ноябрь месяц, и нифига не закончено. А ДТП, напоминаю, было в августе. То есть прошло 2,5 месяца, нифига до конца не закончено. Да, машина частично восстановлена, но не до конца. И это с учетом того, что я имею влияние на то СТО, где стоит этот автомобиль, где он ремонтируется. До конца нормально не сделали. По страховой до конца денег не выплачено. Идет куча бумажных работ. И это с учетом того, что я сам когда-то был страховым агентом. Я понимаю эту ситуацию с середины. Я не представляю, как это делать обычным людям, когда они попадают в ДТП. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. И специально для тех, кто постоянно бобит в комментариях, что надо пойти купить у официала автомобиль, имея столько денег, можно купить бэушные. Но у официала, ребята, это не всегда есть какое-то точное подтверждение того, что машина действительно классная. Да, у официалов есть автомобили, которые можно смотреть. Но сколько раз было на том же Мерседесе, на той же столичке. Мы смотрели, выбирали Мерседес, он был увален. И они говорят, легкий подкрас в двери, там вся бочина засажена. Причем так, что без прибора, без нихрена видно. И потом они делают такие щенячьи глаза. Удивление, сука, блецкого кота, который вот мы это не знали, нам дали такую машину. Ладно, не буду бомбить. Херня это все. Я имею в виду у официалов, верить им до конца, это точно нельзя. Продолжение следует...